Всем привет, ребята! В этом видео я хочу рассказать о конкурсе, который мы решили вместе провести с компанией Шульс. Также я отвечу на вопросы, которые вы мне задаете в комментариях. А еще я расскажу спойлер о новой разработке компании Шульс. Это новая дека. В конце видео я покажу, как она примерно будет вылить. Итак, конкурс. Совместно с компанией Шульс мы сделали новую наклейку. Теперь здесь написано «Макс нулем» на самокате. Вместо панды тут нарисовано Шульс, то есть вот видно по стакану. Тут еще вот такая вот сердечко и надпись «Шульс». В честь этого события мы решили с компанией Шульс провести небольшой розыгрыш. Чтобы участвовать в нем, нужно по ссылке в описании зайти на шортс, скачать его. Это легко, просто загуглите, как скачать шортс, скачивайте, и там будет нарезка из тынков. Берете эти трюки и делайте из них небольшой эдит с любой песней. Но можете использовать меньше трюков, можете все использовать. Но главное из именно этого шортса. Другие трюки нельзя брать. После этого выкладывайте на свой канал с хэштегами «Шульс» и «Шульс Эдит». Хэштеги будут в описании. И ждите итоги конкурса. Будет два места победителя. Первое выберу я, и второе выберет «Шульс». Они получат по паре колеса. Еще 10 случайных участников, которые выложат под этими хэштегами «Эдит», получат по наклейке. Если что, под эти хэштеги не нужно выкладывать какие-то обычные видосы, вы за это ничего не получите. Главное выложить «Эдит». И розыгрыш состоится примерно 3 сентября. В общем, всем желаю удачи. Сделайте крутой эдит. Ну а теперь давайте перейдем к вопросу. Некоторые вопросы очень похожи. Поэтому Ярик решил объединить в одну группу и ответить на них одним ответом. Первый вопрос. Почему маленький руль у тебя? Какой высотой должен быть руль? И какой у тебя рост? Прямо сейчас для вас я измерил свой рост. И получилось ровно 160 сантиметров. Какой должен быть руль? То есть, какой высоты? Это, во-первых, зависит от роста. Ну и от предпочтений самого райдера. То есть, кому-то нравится горячий чай, кому-то холодный, а кому-то, например, теплый. Тут то же самое. Кому-то нравятся высокие рули, кому-то низкие, а кому-то средние. И еще тут зависит от катания райдера. Если он катается в стриту, и если он катается в парке. Например, если он катается в стриту, то ему нужен, конечно, побольше руль. Потому что балансы, чтобы было легче делать. А если он катается в парке, то чуть ниже. Чтобы крутить там всякие трюки над головой. И тебе было удобней. Но вообще, традиционно, все приняли, что руль должен быть по пуговицу на штанах. То есть, чуть ниже пояса, по пояс. Еще надо не забывать, что руль по высоте не должен быть короче деки. Если, например, у вас дека 52, а руль 48, это ненормально. Вам будет неудобно кататься, вас будет постоянно клонить вперед. И у вас будет очень тяжело крутиться випы. То же самое и наоборот. Только другие последствия. Если у вас слишком короткая дека и слишком высокий руль, то вас будет постоянно клонить назад. И вы будете падать на пятое место. И это одна из причин, по которой я катаюсь на низком руле. Это дека Шульс. Она 46 см в длину. И если бы я катался на своем руле, который мне идеальный по росту, то есть 56 см в длину, меня бы постоянно клонило назад. Поэтому я поставил вот этот руль Макс Питерс Т-шку. И с СКСом получается 52 см. То есть СКС где-то 2 см, сам руль 50 см. То есть 52 см на 46 см. И для меня сейчас этот самокат идеален. То есть он маленький, его легко крутить над головой. И через голову тоже крутится легко. И никакого перевеса вперед-назад нету. Випы легко крутятся. И я считаю, что сейчас для меня это самый идеальный самокат. Можно ли вместо намоток использовать ленту для клюшки? Я вообще не знаю, что это такое. И поэтому специально для вас сходил в магазин посмотреть, что это такое. Нет, ребят, такое не подходит. Потому что вся фишка намоток в том, что они впитывают влагу. Тут же эти намотки не впитывают влагу. Значит, они не подходят. Вообще, у меня на канале есть отдельное видео. Там, где я все рассказываю про намотки. Как их наклеивать. Наклеивать. Наматывать. И все про них рассказал. Поэтому можете зайти на мой канал. Конечно, после этого видео. И посмотреть, если вам это интересно. Следующий вопрос я тоже объединяла в один. Тут все похоже. Что касается флота. Я паркер. Я катаюсь в парке. Вылетаю в эйр. Делаю трюки в квоттере. Делаю трюки в скат, может быть. Делаю трюки на флай. На вылет. Но точно не во флот. Мне это вообще не интересует. Я не делаю трюки флот. Может быть, иногда от скуки, когда дождь идет, под каким-нибудь крыльцом, может сделать какой-нибудь вип-хилл, два и пар. Но мне это не интересует. То есть, если там, например, нету скейт-парка у кого-то. Он катается во флоту, делает трюки. Конечно, у него они будут лучше. Или там кто-то боится делать трюки на рампах. Он как бы занимается трюками во флэт. И я этим не занимаюсь. И к тому же, ладно, если бы это надо было прокачивать. То есть, там, на соревнованиях надо было бы делать трюки в флэт. Но это не надо. Есть, конечно, отдельные какие-то соревнования, там, конкурсы. Кто сделает там лучший трюк во флэт. Но мне это не интересно. Я этим не занимаюсь. Это то же самое, подойти, там, не знаю, к Рональде и сказать. А вот у меня мальчик там во дворе перепинывает мячик футбольный через пятиэтажку. А ты не можешь. Ты что, плохо играешь? Ну, он просто этим не занимается. Что касается дабл-рэхедов. Я должен их уже давно уметь. Я же паркер. Я постоянно этим занимаюсь. Но нет, ребята. Просто мне не хватает сил. Я начал кататься в 7 лет. И есть такой момент, когда у человека появляется много сил. Это где-то 14-15 лет. Но я еще до этого не дожил. Мне 12. Вы не забывайте, ребят. И пока что мне сложно их делать. При том, что я уже две двойных комбинации делал очень близко. И для меня это уже успех. Я знаю то, что есть ребята, которым по 8 лет. Например, Итан, привет тебе передаю. Они тоже делают там двойные комбинации. Но у них и ски-парки больше. Вот та же самая Казань. Открытый парк. Там, где Итан сделал, по-моему, Брайбаттер. Намного выше выйдет, чем у меня в Таллине. У меня таких квадеров нету. Ну и не забывайте, в первую очередь, что я блогер. То есть я очень много снимаю видосов, шорцев и так далее. И если бы я все это время, которое потратил на видео, делал бы одни двойные комбинации, ну, несколько штук я уже точно умел. Тогда бы вы не смотрели бы это видео. И, может быть, совсем обо мне не знали. И не задавали эти вопросы. Где будешь кататься зимой? Как вы знаете, у нас закрылись самый большой закрытый скейт-парк в Таллине. Спот оф Таллинн. Где я снимал практически все свои видосы. И шорцы, и длинные видосы. И, конечно, это очень грустно. Но есть еще один закрытый скейт-парк. Он находится в молодежном центре. Называется Пяскула. Но единственная с ним проблема, что очень плохое расписание. То есть нельзя покататься там поздно вечером. И это единственная проблема. Но буду ездить, например, в Латвию, Ригу. Там есть скейт-парк. Крытый. И в Хельсинки тоже. Туда как раз недалеко. 80 километров. И недорого. У тебя есть спонсор. Ну, посмотрите на меня. И подумайте, с какими брендами я у вас ассоциируюсь. Наверное, вы скажете Шульц. Потому что я на их деке постоянно катаюсь. И Пазон. Потому что он часто в моих видосах появляется. Ну, и из-под Авталин. Я в нем постоянно катался. Постоянно в нем прогрессировал. Делал трюки. Но, к сожалению, его сейчас зарыли. Это и есть мои спонсоры. Почему ты в парке катаешься на СКС? Ребят, я не пойму. Почему у вас СКС ассоциируется со стритом? Ну, катается много стритеров на СКС-зажиме. Да, редко увидишь кого-то на двухболтовом. Но это не значит, что это только стрит. Например, у меня этот руль без пропила. И пришлось мне поставить СКС. Потому что тогда бы руль был слишком маленький. И плюс, вы должны не забывать, что вот этот вот зажим легче хика с колбой. На каких колесах катаешься? Что за колеса? Очень часто все спрашивают. И друзья, и ребята в комментариях. И я думаю, вы сейчас удивитесь. Но это Этик. Я вообще их тоже недавно впервые увидел на Dissidence Scooter Shop. Это Этик Черная Жемчужина. Я их реально ни у кого до этого не видел. И очень удивился, когда их нашел на сайте. Они очень прикольные. Конечно, немного дороговатые. Но их самая крутая фишка в том, что у них двойной гелик. То есть снаружи он твердый, а внутри мягкий. То есть они будут долго стираться, и при этом приземляться будет мягко. Я считаю, это очень крутые колеса. И всем их рекомендую. Где купить Шульс? Как я знаю, все комплиты раскупили и на Озоне, и на Валдберресе. Но точно знаю, что есть на их официальном сайте. Можете в гугле просто найти. Или же в офлайн-магазине тоже. И еще несколько цветов есть в Холлрайде. Где купить шкурку Копли Вуд? Вот эта шкурка. Очень крутая. Мне она очень нравится. Постоянно на ней катаюсь. Но у меня осталось уже мало штук. Но если кому-то уж очень надо, то могу продать только в Таллине, без доставок, за 15 евро. Можете написать мне в инстаграме в директ. И тоже рульбенгер-машин. Опять же, без доставок. 100 евро только Таллин. Почему не спадают очки? Почему не катаешься в линзах? Прикол в том, что очки как раз недавно начали спадать. Когда часто стал делать сальдушки. И он сейчас, кстати, начал делать флайр-бар. И в эти моменты часто начали следать очки. И единственный вариант. Просто их убирать. Я, конечно, пробовала ставить заушники. Но мне это просто неудобно. То есть я привык поправлять их постоянно. А так они стоят на одном месте. И для меня это как-то непривычно. И вообще я смогу спокойно кататься без очков. Просто я тренирую мышцы глаз после операции. А в линзах мне просто бесполезно кататься. Как бы они мне не нужны. Я спокойно вижу. Когда бэк от создателя самоката Шульц. В прошлом видео, там где я учил Алексея кататься на самокате, мы пообещали, что он в следующем видео попробует сделать бэкфлип, если вы там наберете какое-то количество лайков. Все в силе. Все снимем. Но есть одна проблема, что у него сейчас было много работы. Ему надо было эту деку разрабатывать. Как раз таки. И поэтому он просто не мог приехать. И как раз он скоро привезет мне эту деку, о которой я сейчас скоро расскажу. И мы поедем с ним в Латвию делать бэкфлип. Поэтому все еще в силе. Просто надо чуть-чуть подождать. Так, теперь давайте перейдем к спойлерам. Новые деки от компании Шульц. Я особо ее не видел. Только вот эти слайды, которые вы сейчас видите на экране. Как вы можете заметить, поменяли немного шею деки. По габаритам дека будет 49 сантиметров в длину и 5,0. Для меня это достаточно интересно, потому что у меня немного было дека 5,0. Она, в общем, будет длиннее и шире этой. По весу я ничего не знаю. Сколько будет стоить, я не знаю. Для меня самого это будет сюрприз. И скоро я узнаю. Поэтому все вместе ждем.